Генеральный спонсор Logitech Смотрите сегодня Перчатка для настоящего геймера Главное предназначение снимать напряжение с вашей руки А также мы ждем вас в нашей школе киберспорта Сегодня мы раскроем вам пару секретов Довольно часто используемых опытными игроками И конечно же вас ждет новый кибертернир По игре Trackmania Nations Представляем обзор киберспортивных новостей со всего мира На церемонии награждения одного из крупнейших ивентов Произошел инцидент Тайваньский игрок, занявший третье место в дисциплине Gotham Racing 3 Ю Шин Лил Стоя на подиуме, развернул перед собой тайваньский флаг Китайская делегация в составе примерно из 10 человек Была крайне этим возмущена Официально Китай не признает независимость Тайваня И китайцы ожидали, что флаг будет китайским После этого китайцы начали разбирательство с тайваньским игроком Но была вызвана полиция В очередной раз произошли изменения в составе российской Warcraft 3 команды New Russia У команды были частые смены состава, но сегодня мы узнали об очередном кардинальном изменении Исключены все нероссийские игроки Включая южнокорейских геймеров Mamori, May Only Star и Showtime Также из состава исключен американец Holy Human Единственным нероссийским игроком, оставшимся в составе Стал беларусь Frozen В этом году в Австралию Кибератлет Профессионал Лиг так и не приедет Многие геймеры в этой стране с нетерпением ждали ноября Они буквально заваливали организацию письмами В которых была выражена поддержка в сторону грядущего мероприятия На австралийском ивенте атлеты должны были сыграть в две дисциплины Fear и World in Conflict Именно здесь они пользуются большой популярностью Как правило на этих соревнованиях собирались лучшие команды со всего мира Electronic Sports World Cup 2008 спешит удивить нас Организационный комитет представил на суд список карт Которые будут использоваться на турнире в следующем году Если в Warcraft 3 и в Т-дисциплине все осталось без изменений То будущих финалистов по Counter-Strike здесь ожидает громкий сюрприз На гранд-финалах будет использоваться новая карта Которая заменит в списке привычный Сибибу Этой новой картой станет Детускан В игровых настройках пока все без изменений Добро пожаловать в школу виртуального спорта Сегодня мы раскроем вам пару секретов Довольно часто используемых опытными игроками Эти приемы не только очень эффективны Но и весьма эффектны Спрыгивание с трамплина раньше времени Этот прием сложнее предыдущего Однако при тренировке также вполне выполним Для новичка нелегко определить, где его использовать А где лучше воздержаться Но овладев им, вы действительно можете считать себя хорошим игроком Флип с трамплина Суть этой техники спрыгнуть с трамплина сбоку так Чтобы машина в воздухе совершила переворот И встала на колеса Во-первых, при этом длительность нахождения машины в воздухе резко уменьшается А во-вторых, исходная скорость на приземлении Также становится больше Это техника из разряда высшего пилотажа Тем не менее, при значительных тренировках и упорстве Любой может научиться этому трюку И тогда вы не оставите шансов сопернику Ведь большинство гонщиков не используют его из-за сложности в исполнении Мы виртуальная школа Учитесь на пятерке Пока бесплатно Разойдись! Смотрите далее Новая клавиатура с более прочными клавишами И, конечно же, вас ждет новый кибер-турнир по игре Trackmania Nations Представляем обзор киберспортивных девайсов Мышь Razer Dead Adder Отличается использованием передовой технологии инфракрасных сенсоров 3G Которые гарантируют безупречное управление при помощи мыши на любой игровой поверхности Разрешение сенсора в 1800 точек на дюйм Объединенные частоты опроса 1000 Гц и временем отклика 1 мс Обеспечивают точность и молниеносную скорость работы Мышь имеет 5 больших нескользящих программируемых кнопок Цена в среднем около 2000 рублей Steel Gamer Glow Это перчатка для настоящего геймера Главное ее предназначение снимать напряжение с вашей руки во время длительных виртуальных баталий Кроме того, она впитывает пот и оставляет ощущение комфорта даже после многочасовой игры Ткань закрывает только мизинец, да и то на одну треть Остальные пальцы свободны, перчатка никак не вмешивается в процесс клика по главным клавишам мыши Нижняя регулируемая липучкой часть эластична и полностью закрывает запястье Все кнопки клавиатуры Steel Case 6G выполнены на особо прочном механизме Обеспечивающем более 60 миллионов нажатий Все соединения имеют золотое покрытие Для минимального времени реакции на нажатие В клавиатуре используется специальная буферная система Обеспечивающая распознавание одновременного нажатия на 8 кнопок Интерфейсы PlayStation 2 и USB гарантируют подключение клавиатуры на любом LAN-турнире К различным компьютерам Logitech представляет лазерную мышь Logitech G9 У нее есть две взаимозаменяемые накладки на корпус White Load и Precision Для обеспечения повышенной комфортабельности G9 позволяет регулировать общий вес устройства В память мыши можно записать до пяти профилей Включающих специализированные клавиатурные макрокоманды Устройство оснащено несколькими вариантами светодиодной подсветки Мышь G9 позволяет в горячем режиме повышать разрешение до 3200 ДПИ И понижать его до 200 А теперь вам предстоит увидеть игру первого тура Недавно начавшегося крупнейшего онлайн-турнира STC по игре Trackmania Nations В матче встречаются сильнейшая российская команда OQ И венгерская команда G-Team Игра проводится в формате 4 на 4 На первых двух картах до 7 очков А на последней, круговой, до 5 Фаворитом этого матча, как и фаворитом группы Является команда OQ Но команду G-Team также не стоит сбрасывать со счетов Так как она почти целиком состоит из игроков сборной Венгрии Состав команды OQ Роман Ромка Волобуев, возраст 19 лет Василий Котвин Кириллов, возраст 16 лет Рашид Инферно Бекбулатов, возраст 20 лет Давид Дэвид Цараев, возраст 21 год Дмитрий Скоби Сабгайда, возраст 18 лет Кристиан Коннект Вайсалу, возраст 16 лет Нуну Астра Атера, возраст 17 лет Состав команды G-Team Питер Параноид Дионисис, возраст 17 лет Тамаш Патриот Миклас, возраст 21 год Петруш Хуби Немиш, возраст 18 лет Паулус Слеер Ковач, возраст 22 года Михаэль Лоэб Русса, возраст 16 лет Первая карта На первой карте капитан О'Кью Шэдоу Варр решил испытать в деле сразу двух новичков Коннект и Астра Причем о подготовленности последнего информации нет Пилоты идут плотной группой Первым отстоит Инферно, а потом и Слеер Ромка, идущий на втором месте, в течение длительного времени ведет борьбу за первое место с Патриотом И проходит его после ошибки соперника Первым финиширует Ромка Далее Параноид, Коннект и Астра Который финишировал чуть ли не единственный раз за матч Раунд за командой О'Кью Команда О'Кью проигрывает 5 заездов И счет становится 4-6 не в пользу российской команды И все-таки игроки смогли собраться и довести счет до 6-6 Впереди решающий раунд В самом начале заезда в очередной раз врезается Астра Также от основной группы немного отстают Слеер и Коннект На некоторое время образуется пятерка игроков, которые боятся за победу Но у венгерских пилотов нервы тоже не железные И на 22 секунде ошибается Параноид А позже в угол врезается Хуби Пилоты О'Кью захватывают лидерство и не упускают его до финиша Почти одновременно финишируют Инферно и Ромка Потом Патриот и Слеер, и победа в этом раунде И на всей карте остается за О'Кью Вторая карта В первом же повороте ошибаются два игрока венгерской команды Патриот врезается в борт при выполнении заноса А Параноид уходит слишком широко и теряет много времени Далее пилоты идут плотной группой Но при прохождении очередного поворота Скуби не справляется с управлением и въезжает в борт Таким образом два игрока отстают от основной группы Уже в середине трассы тройка игроков О'Кью выходит вперед До самого финиша в нее пытался вклиниться Слеер Стараясь обогнать Дэвида Но ему это не удается Первым финиширует Шэдоу Вар Далее Ко Твин и Дэвид раунд за О'Кью Третья карта Последняя карта матча, как обычно, круговая Начался первый раунд на последней карте матча Первым, кто отстал от Пелитона, стал Коннект Совершив серию мелких ошибок в первых поворотах Компанию ему составил Лоэб Который коснулся борта и потерял скорость Казалось бы, что образовалась лидирующая группа Но нет Практически одновременно, грубо ошибаются Патриот, Ромка, Слеер, Параноид И вперед выходят два игрока О'Кью Скуби и Котвин Которые в таком же порядке доедут до финиша Долгое время на третьем месте идет Коннект Но после касания борта его проходят Параноид и Ромка Раунд остался за О'Кью Достаточно долгое время игроки обеих команд идут плотной группой При этом немного впереди Патриот, а замыкает группу Параноид В повороте перед столбами достаточно серьезно ошибается Ромка И отстает от основной группы Чуть позже касается борта Лойб Первый круг лидером заканчивает Патриот Далее идет Скуби Который после мелких ошибок к концу второго круга откатывается назад К финишу первым приходит Патриот Далее Параноид Коннект Скуби За счет первых двух мест в этом раунде Выигрывает венгерская команда И счет по раунду становится 1-1 Следующие шесть раундов Игроки обеих команд провели в такой же плотной борьбе При этом постоянно ошибаясь и перед последним заездом Счет по раундам стал 4-4 Видимо прислушившись к увещеваниям капитана Пилоты российской команды собрались и уже к середине первого круга Занимали первые четыре места Совершив череду мелких ошибок Котвин откатился назад В то время как Патриот всеми силами пытался выйти на третье место Что ему и удалось сделать Однако излишний энтузиазм В этот раз помешал и венгерский игрок совершил ошибку коснулся борта Что позволило финишировать игрокам ОКЮ на первых трех местах И выиграть решающий раунд Таким образом в этом тяжелом матче Команда ОКЮ выиграла со счетом 3-0 И заработала 3 очка Это помогло ребятам занять первое место в группе первого тура чемпионата Поздравляем их с заслуженной победой Смотрите в следующий раз Самая интересная информация из мира киберспорта Правильные девайсы для настоящих киберспортсменов Новые уроки школы виртуального спорта И конечно, самые интересные новые состязания между киберспортсменами Все это в следующий раз Генеральный спонсор Logitech Субтитры создавал DimaTorzok